всем доброе утро у нас новый день новый влог утро у меня началось с того что я отвела ребятишек садик мне с утра пришлось звонить воспитателю которая сейчас в отпуске потому что у нас всю ночь не было света и я не знала будет работать садик или нет есть у них там свет или нет нового концовки позвонила я мне сказали что садик будет работать у них там свет есть у нас дали свет уже где-то половина восьмого как раз когда мы выходить начали в садик собираться отвела ребятишек садик со светом и сходили отвели сейчас пришла смонтировала видео для вас и позвонил муж говорит открой ворота сейчас я горит горбыль привезу мы с и горкой сбегали открыли ворота сидим ждем когда он привезет горбыль и сегодня мне должны еще брус привезти и я вчера на эти че узнавала когда ездила брус оплачивала узнавала почем у них стоит лес береза машина стоит хлыстом мне сказали 13 но иногда чуть больше смотря какая береза будет видимо я не знаю как но то мы с мужем погорели решили потом часу железа сначала куплю разберусь с рабочими сколько мне оплатить им за то что нибудь брус менять окна вставлять все это приобрету а потом уже наверно если денежку у меня останется я закажу лес березу на зиму дрова чтоб печку топить там получается пилить будем сами как бы это не проблема сегодня всю ночь вот вчера как погода вот это вот начался дождик все вот это вот и получилось так что всю ночь не было света грохотала вчера очень сильно мы переживали что у нас что-нибудь сгорело потому что сверканула так в комнате его ярко стало мы быстро все из резеток выдернули и очень переживали что что-нибудь у нас грел но вроде бы все в порядке а тут сижу чай пью и следующий влог для вас сейчас буду монтировать за вчерашний день я сначала смонтировал за позавчерашний день а сейчас буду монтировать за вчерашний день и вот так вот потихоньку ладно сейчас дождусь муж привезет горбыль потом будем ждать звонка когда привезут нам брус что точно не знаю когда привезут все это вам засниму все это я вам покажу так что не уходите далеко всем желаю хорошего дня и хорошее настроение света пришла говорит мама там горит машину уже приехала то у нас уже получается 2 камаз за лето с горбулем приезжает ну да 2 камаз с горбулем привезли тайсон боится камаза да тайсон вы сядь погладь его чтобы он успокоился чтобы он не двигался сядь фу-фу-фу все все боится камаза да тайсон да тайсон ты мой хороший ну 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 все ребята выгрузили мы с егорушка уже закрыли ворота вот получается второе вторая машина уже призы и тут все доски папа какие-то през а тайсон у нас трус машина боится да тайсон большой с ума сходил тут а то заскочит будку то выскочит и вокруг бегает ладно иду домой дальше монтировать видео ребята у нас пришли две посылки здесь я вам помните как-то говорила что я заказала шланг сазон вот он у меня пришел с доставку мне обошелся ну прилично по сумме доставку я платила двести восемьдесят девять рублей кило триста шланг а здесь пришел василек так что скоро вы увидите распаковочку и примерать куда девочки вы примерять вес посылки три килограмма девятьсот сорок грамм вот так вот дети довольно ждут когда мама распакует но я сейчас распаковывать не буду это потом будет на видео все засниму и покажу вам принесла нам привезли брус камаз приехал себя будет заезжать на снимайте конфеты а почему она у тебя скрипит на даже тогда потом все ветки поломает вот ты какой хотела брус круглый ага у нас же дом не круглый привезли водители снимать не буду потом покажу так все ребята привезли нам 6 брус и брус хороший чё или я хороший ведь не вот это вот не не вот это вот не нравится вот в целом 6 штук ну-ка вот этот вот переверни я не смогла они нам съемки пилили ёлка лучше потому что чем от другое раз два три не нормально 6 брусов привезли нормально все теперь ждем только окна пропитку надо папе и пропитка будет мазать ну-ка вот этот вот брус дверь я вот сюда вот уронил его чё и волной но папа посмотрит там потом решит вот этот вот уронит туда вниз чтобы он лег а он не лягит света он аккуратно только пальцы все я не магазин еще в садик пойду все привезли вот мама звонили ну сейчас давай кто звонит ну да в этом я телефону всегда принимаю звонки а мамка звонила вот за эти шесть штук я заплатила 7 300 и ну и доставка кофе и конфеты все ладно иду собираться в садик так мы бежим садик потому что время уже пол шестого с этим брусом с этим всем потом пусть садика мне надо зайти еще джут купить а еще и ты на велике что ли поехал господи кто на чем так на стоя закрою калитку чё ты ладно бежим садик все забрали ребятишек садика стой марина свет подожди манец скажи всем привет привет да там коровки да все идем зашла магазин купила джут две упаковки тут получается 40 метров на на 360 а тут все заговаривается и линолеум смотрела на кухню и в коридор у нас коридор ширина получается метр двадцать а линолеум самый маленький полтора метровый или метровый брать метровый маленький получается ширина а полтора очень много утиля будет но придется только полтора метра убрать что теперь поделаешь где-то кусочки будем ложить так вот так вот и будем делать ладно идем домой что-то у нас потемнело наверно опять дождик будет ваня машину свою включил давали едет звуки машину у него включается он едет едем едем мы домой так ребята пришли мы с садика я сходила сразу в магазин я покажу что купила купила 30 яиц сейчас хотим пожарить с колбаской детям что путем есть не хотят а вчера что суп сварила из-за того что у нас не было света он у меня сегодня прокис вся кастрюля супа просто выкинулась дальше так это лоток взяли молочко взяли лаваш но тут два штуки было этого мало завтра в прибери лаваш завтра еще куплю и потом сделаем еще шоуруму дети очень просят шоуруму им она очень понравилась также взяли хлеб чабата с сыром три штучки дети любят его и купила огурцы все мои покупки сейчас буду готовить ужин решили дети сварить макарошки пожарить колбаску с яйцом поэтому будем готовить усталость весь день как это до скоро выйдет видео я сегодня частями так снимала но не полностью расхламление шифонера сразу игры не пугайтесь я решила это видео раньше выпустить а потом позже выпустите которое расхламление будет потому что там ну хочу поменять все постельной одежду все постепенно буду менять и все от расхламление буду делать так что если вам понравятся такие видео то потом пишите в комментариях ладно я сейчас переоденусь и потому что спотела пока ходила в садиксе переодену все и будем готовить ужин ребята решила открыть вместе с вами посылку сазон я посмотрим какой там шланг пришел очень надеюсь что хороший я тут заказывала шланг чтоб не не таскать вручную не поливаться сейчас достанем из коробки вот такой вот ребята шланг у меня пришел он до 60 метров сейчас откроем и посмотрим ванька ходит капризничает что-то сегодня ничего путем не хочет и сам не знает что ему надо вот такой ребята шланг сейчас попрошу мужа пусть подключит и попробуем испытаем его мне в целом нравится сейчас из упаковки я вам достану покажу а то скажу что-то даже не показала обошелся он мне в цену что-то 1000 с чем-то рублей я потом более подробно покажу скажу вам вот такая вот насадка у него была в комплекте и сам вот такой вот шланг он вытягивается когда водой набирается и становится большим надеюсь будет хороший шланг на 60 метров мне кажется должно везде хватить чтобы полить ладно пойдем испытывать все ребят хорошо поливается можно любое расстояние идти насадки тут крутятся разные можно делать одной рукой это правда неудобно но вот потерпите по-другому просто никак видите он можно разный картошку встал и поливай по-разному но я довольна у меня теперь шланг есть ура легче поливать будет на 60 метров растягивается по идее вот он у меня ведь тут песня земли сейчас лежит но потом я вечером проверю попробую испытаю смотри света классно на снимая разными насадками попробую покрутить эту он даже это не раскручивается вообще ноль напора то нет но по-разному смотри как хорошо и картошку можно поливать у нас лишь напора воды хорошего нет был бы хороший напор воды было бы лучше но грядки поливать самое то да у нас такая же еще по моему насадка есть можно чистый шланг только красная только у нас он вообще не раскручивается вот классно все поливает далеко и видишь разные струйки вот это вот все вообще как это а это еще видишь напор то увидите какой у нас напор плохой был бы хороший напор но бы лучше было вадик смотри разный у нас такая же есть тоже уже только красная шланга только то что не было вообще классно это тоже он смотри даже картошку далеко могу полить я напуталась напор ночью в основном напор то хороший а этот вообще с отличием напор называется ночью потом пойдем испытывать хорошенько я ребята довольны я теперь могу поливать спокойно идти поливать и не переживать да света не надо вам теперь лейки таскать это вообще классно ну вот он только не раздувает не расширяется все выключила света тоже решила испытать шланг тебе света нравится сама будешь теперь ходить грядки поливать ты хочешь но потом а это видишь напора нету вообще вот это вот слабенькая но для воды это с крыши вода идет у нас вот ребята черемуха многие спрашивали дед черемуха ты долго будешь баловаться еще поливать будешь что там ну так ешь ягодку я вижу что ягод свет так тут вот по досочкам пройти дальше можно поливать или прям между картошками пройтись тени туда шланг шланг то большой будешь поливаться ну ладно я тогда пошла кушать готовить хорошо прежде чем это когда идешь вот так же включено но потом здесь закрывай кран потому что просто так не вздумай ладно все я пошла кушать готовить ребята получилось так что нам окна привезли причем даже не позвонив ничего ничего не позвонили ничего не сказали араса привезли ладно сейчас пойду встречать узнавать сейчас должны сюда прям завести и посмотрим привезли нам наши окна и всю обделку внутреннюю сейчас будет выгружать потом вам более подробно покажу не 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 сюда немножко не 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 вот сюда прям к дому и тут а уже сразу в дом загружать так и будем вот сюда у нас вот вход так мы выгрузились с вами договориться нам вообще-то говорили что договариваться с водителем а почему без звонка нам говорили позвонит предупредят мы даже не ждали сегодня да подожди ты я весь не могу выключила пока все плитки там наверно подгорело уже все все выгружаем ну все земли набрал в подоконнике еще 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 нет там не нашел фурнитуру еще а илья где-то катается там светая яички из колбаски жарю на перевернуть на мы сейчас я сама вас допустим ты там же наверно сгорела но большие окна до владик это вот все это все наше да вот смотри ваня наступает ваня уйдет туда это все наши так это все облицовка идет все в компак по окнам а это фурнитура ой ничего ничего пять штук все расписываться надо нет у нас все документы меня все на руках егорка сейчас там ворота убери вот это что-то хотел конечно натяжные потолки два больших и три маленьких пока ты пока до помахал молодец все привезли мы довольны теперь на еще на были в комплекте а я смотрю думаю что-то не то уже манечка кыш также было москитных 2 открыт открытых окна получается у нас блин москитные сетки то где почему у нас вот эти вот два окна открывается нам она больших и на маленьких одна створка открывается все нормально довольно довольно машина не наступи зал и в пристрой ты пристрой ты не считаешь что ли ты куда на попе катаешься да ну и ладно шорт так так шорт ладно ждем все уехали и гора иди за иди закрывай ворота я тебя не буду снимать все окна кати ты довольна сначала брус меняется владика пропитку брусы когда будешь делать понятно что ты только с работы пришел вообще даже не позвонили ничего не сказали это какой-то ужас нет они должны предупредить ладно пошли мы затаскивать все это ванечка вы поняли не поняли тут маленько катается ванечка дает не бойся туда блин ребята вообще неожиданно окна привезли мы даже не ждали их сегодня никого не грузчиков никого не нашли сейчас на будет звонить кому кто поможет окна затащить я не понимаю почему не предупредили не позвонили ничего не сказали целый день какой то это вообще какой то ужас что такое это яички сейчас колбаска жарю дальше готовлю дай попить что вы покупали опять ноготь кати отстригите все ногти потом они крепче будут ладно ребята буду завтра дальше готовить ужин и потом не на быстро пристроиться сделать чтобы окна установить там все пошло вот так вот все эмоции просто передаваемые окна привезли все довольны и счастливы так ребята приготовила ужин получается рожки с яйцом скалоба руки помыла в чем проблема и плюс горлодерну хреновину добавят все кто что захочет все кто кушать всем приятного аппетита а мы пошли кушать все ребята окна уже занесли в пристрой вот так вот возле окна поставили у нас тут получается три маленьких окна раз два три и два больших окна я в целом очень довольна сейчас еще установить но у нас еще брус не просох будем ждать когда просохнет брус и будем тоже его делать пишите комментарии как вы думаете насчет этого что дальше